Добрый день, уважаемые эксперты и участники научно-практической конференции. В первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарность за возможность принять участие в таком интересном и практически полезном мероприятии. Я являюсь врачом-патологоанатом областного клинического онкодиспансера города Нижнего Новгорода. Позвольте представить вашему вниманию клинический случай, в рамках которого хотелось бы затронуть вопрос значения определения нейроэндокринных маркеров в карциномах молочной железы. Добрый день, уважаемые эксперты. В заключении цитологическая картина аденогенного рака. Пациентке было проведено оперативное лечение в размере радикальной мастектомии с сохранением грудных мышц слева. В патологоанатомическое отделение поступил макропрепарат в виде молочной железы с акселярной жировой клетчаткой. При вырезке операционного материала на границе верхних квадрантов была найдена опухоль плотной эластичной консистенции серого цвета диаметром 12 мм. В акселярной жировой клетчатке было найдено 12 лимфатических узлов. При микроскопическом исследовании данной опухоли она имела гетерогенное строение и наряду с тубулярными структурами, большая часть ее была представлена розеткоподобными структурами, разделенными тонкими прослойками фибровоскулярной стромы, клетки опухоли имели феномен соль-перец в ядрах. При гистологическом исследовании лимфатических узлов метастазов раковой опухоли найдено не было. Исходя из морфологической картины данной опухоли, возникло предположение о наличии нейроэндокринной дифференцировки. Было проведено иммуногистохимическое исследование с антителами ГАТА-3, нейронспецифическая инолаза, CD56, хромогранина синаптофизин и КИ-67. Все ядра опухолевых клеток экспрессировали ГАТА-3, в большей части экспрессировалась нейронспецифическая инолаза, очаговая экспрессия CD56 также наблюдалась в участках опухоли с нейроэндокринной морфологией. Большая часть опухоли экспрессировала хромогранина А, синаптофизин не экспрессировался, индекс пролиферации КИ-67 был 25%. Рецепторный статус данной опухоли составлял 8 баллов по эстрогенам, 7 баллов прогестерон и HER2-статус был негативный. При интерпретации полученных результатов и попытке классификации данной опухоли возникли затруднения. И по литературным данным нейроэндокринные опухоли молочной железы представляют собой очень редкую группу и составляют менее 1% от всех карцином молочной железы. И информация о них базируется в основном на представлении клинических случаев и ретроспективных исследованиях небольших групп пациентов. Когда патологоанатом видит нейроэндокринную опухоль в молочной железе, у него возникают два вопроса. Во-первых, является ли она первичная и далее в какую классификационную группу ее отнести. Вначале для подтверждения первичности опухоли в молочной железе нужно клинически исключить экстромамарную возможность экстромамарных опухолей, возможность наличия. И далее уже в помощь применяются иммуногистохимические методики. По классификации Всемирной организации здравоохранения нейроэндокринные опухоли в молочной железе определяются как нейроэндокринные опухоли с классической гистологической картиной нейроэндокринных опухолей, которые сходны с нейроэндокринными опухолями других локализаций, это желудочных и шеечный тракт и легких, и они экспрессируют нейроэндокринные маркеры в большей или меньшей степени. То есть мы видим, что никаких пороговых значений для уровня экспрессии нейроэндокринных маркеров не указано. Хотя, если мы обратимся к классификации ВОЗ от 2003 года, мы увидим, что там было указано пороговое значение в 50% и более от опухолевых клеток для экспрессии нейроэндокринных маркеров, чтобы мы могли отнести эту имеющуюся опухоль к нейроэндокринным карциномам. С нейроэндокринными признаками. Также мы на классификацию обратим внимание, в последних двух классификациях разнятся интерпретации, разнится классификация этих опухолей. В 2003 году они разделялись на 4 категории. Это солидные нейроэндокринные карциномы, атипичные карциноиды, мелкоклеточные и крупноклеточные нейроэндокринные карциномы. А в последней классификации у нас имеются только три позиции. Это высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли, низкодифференцированные нейроэндокринные опухоли и карциномы с нейроэндокринной дифференцировкой. Говоря о характеристике нейроэндокринных опухолей в молочной железе, следует сказать, что в большинстве случаев они являются рецептор-позитивными и имеют HER2-негативный статус. И по молекулярно-генетической классификации они чаще всего относятся к улюминальному типу и практически в равном соотношении распределяются на А и Б подтипы. Несмотря на то, что в классификации ВОЗ опухолей и молочной железы от 2012 года говорится об отсутствии чётких рекомендаций для градации карцином с нейроэндокринной дифференцировкой, и она, вероятно, не имеет клинического значения, в мире появляется всё больше и больше сообщений о том, что нейроэндокринная дифференцировка является всё-таки неблагоприятным прогностическим фактором. Также насчёт терапии данных опухолей нет определённого какого-то мнения, и она в основном базируется на классических критериях – это размер опухоли, степень злокачественности, рецепторный HER2-статус и наличие или отсутствие метастазов. Таким образом, в заключении по исследуемому клиническому случаю мы написали, что морфологическое строение данной и иммунофенотип данной опухоли соответствуют инвазивной карциномии молочной железы с нейроэндокринной дифференцировкой GRADE2. Она соответствует люминальному типу В, HER2-негативным статусом. В лимфоузлах, как уже говорилось, метастазов не выявлено, поэтому патологоэндокринная стадия получилась Т1Н0М0. В заключении хочется сказать, что на сегодняшний момент в мире не существует единого мнения по прогностическому значению нейроэндокринной дифференцировки в карциномах молочной железы. И принимая во внимание большое количество сообщений о неблагоприятном прогнозе у пациентов с нейроэндокринными карциномами в сравнении с инвазивными карциномами неспецифического типа и меньшей безрецидивной выживаемости у них, возникает необходимость более детального и дальнейшего исследования молекулярно-генетических особенностей данных опухолей и, возможно, какой-то специфической терапии. Благодарю за внимание. Спасибо. Есть какие-то вопросы, замечания или комментарии по этому случаю? Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, нейроэндокринный рак молочной железы, для исключения метастатического процесса. Морфологически как-то отличается от других опухолей под системы? Морфологически они будут иметь… Существует три категории, как я говорила, и первые две – это высоко дифференцированная и низко дифференцированная нереоэндокринная опухоль будут иметь морфологию классическую для нереоэндокринных опухолей в других локализациях. То есть морфология будет идентична, и иммуногистохимический профиль тоже. И карциноидный синдром будет характерен для данной локализации? Я думаю, что это будет зависеть от размера опухоли и ее иммуногистохимического профиля. Я думаю, что возможно. Наличие метастат, то есть распространялось процесса. А органы, сохраняющие операцию у вас в клинике проводят? Проводят. Ну, а с такой маленькой стадией заболевания почему не было выполнено? Это я, к сожалению, не смогу ответить за тактику наших клиницистов. Это случай от 2015 года. Вполне возможно, что сейчас они меняли бы свое мнение. Определение хромогранина А, но потом в динамическом наблюдении в крови. Можно давать прогноз? Да, это может быть фактором для назначения какой-то специфической терапии, допустим, с амацетатинами. Также можно при позитронной эмиссионной томографии определить наличие амацетатиновых рецепторов. То есть есть такие опции. То есть повышение хромогранина А без наличия карциноидного синдрома можно назначать препараты, да? Я, к сожалению, тоже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ладно, спасибо. Есть еще какие-то комментарии? Тогда я, позвольте, отвечу на ваш вопрос про карциноидный синдром. Его наличие или отсутствие зависит от того, секретирует ли опухоль биологически активные вещества в кровь или нет. К сожалению, или к счастью, экспрессия хромогранина А иммуногистохимическая не вполне коррелирует с экспрессией этого вещества в кровь. Но в данной ситуации можно пытаться его использовать в качестве маркера для контроля заболевания, хотя в идеале, конечно, его следовало бы померить до начала специфического лечения, то есть его уровень до операции оценивать. Поэтому говорить о том, насколько он будет эффективен в качестве фактора контроля возврата болезней, в общем, тяжело. Что касается вообще нейроэндокринной дифференцировки в эпителиальных опухолях молочной железы, то это нередкая ситуация. Скажем, муцинозные карциномы, один из их вариантов характеризуется очень высокой частотой экспрессии нейроэндокринных маркеров. И солидный вариант популярного рака тоже имеет нейроэндокринную дифференцировку, экспрессирует эти маркеры. Поэтому неудивительно, что часть из неспецифицированных раков тоже характеризуется их экспрессией. И, безусловно, этот вопрос требует дальнейшего изучения. Спасибо большое за интересный случай. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok